всем привет это видео я хочу показать до распустившийся свои дендробиумы наконец-то я дождалась цветения от этого красавца он очень красив в этом году он еще более обелен цветение около него стоит очень приятный аромат аромат очень похож на дендробиум название это дендробиум встречается на юго-восточной азии во вьетнаме в таиланде в индии на высоте от 150 до 1800 метров над уровнем моря допустим мы температурный режим у этого вида от минус нуля до 37 градусов висит он у меня на холодном балконе при зимней ночной температуре от плюс 7 и летней дневной температуры до плюс 40 градусов этот вид орхидеи я стараюсь сильно не пересушивать ну так как он меня посажен на блоке с таким карманчиком пересушки конечно бывают и пересушки очень заметные как вы видите от этого он не стрессует выдает такое обильное цветение и так потихоньку обильно разрастается вот такая красотка у меня висит дома от которой не оторвать глаз удобряю я его как и все свои орхидеи одноразовым замачиванием в месяц с балансированным удобрением формула 20 20 20 и по мере просыхания я пользуюсь минеральными подкормками и очень слабеньким раствором кальция такая красотка у меня сейчас цветет следующий вид дендробиума это мой париж и мне очень нравится этот вид орхидеи так как при цветении он издает очень сильный котлейный аромат есть конечно и нотки дендробиумного запаха нотки набили этот вид тоже произрастает юго-восточной азии его можно встретить на гималаях в индии также во вьетнаме на высоте от 250 до 1700 метров над уровнем моря допустимый температурный режим у этого вида от 0 до 36 градусов содержится у меня также как и предыдущий вид ночная температура опускается до плюс 7 летняя дневная температура повышается до 40 градусов этот вид я держу намного сухим он не требует увлажненного содержания удобряю я его также как и все свои орхидеи одноразовым замачиванием в месяц стабильным удобрением и по мере просыхания я опрыскиваю его минеральными подкормками и слабеньким раствором кальция этот вид париши как я уже сказала он он очень не требовательен к влажному грунту и замочив его раз в месяц я могу его повесить спокойно какой-то угол и забыть его на какое-то долгое время от сильных и долгий пересушек он не стрессует и как и видите он у меня цветет и тут же наращивает деток в этом году она мне пустил детку на основании бульбы детка очень мощная я конечно по нарастание я пересажу ее к основанию куста чтобы она там хорошо развивалась в том году я не могла увидеть у него такого обильного цветения в том году он просвел всего четырьмя цветоносами в этом году их намного больше как увидите в одном цветоносе могут быть и по одному цветку также с одного цветоноса могут появиться и два цвета губа у него такая бархатная очень необычная мне очень нравится его очень сильный скотлейный запах даже сейчас снимая видео я нахожусь в его сказочном аромате очень красивый вид дендробиума который не требует к себе особого внимания вот такие две красавицы которые у меня до распустились сейчас я пойду повешу их на видное место чтобы ходить и любоваться париж и он цветет довольно долго этот вид орхидей он тоже не быстро цветущий цветение занимает до трех недель париж и может цвести и дольше влажность в которой я содержу этот вид орхидей зимой у меня ночная влажность зашкаливает при температуре плюс 7 влажность зашкаливает до 100 процентов днем она опускается до 60 и летняя влажность у меня ночная и дневная практически одинаковые 60 70 процентов но у нас как я говорила есть сезон дождей которые которые длится целый месяц это с середины июня и до середины июля и в этот период дождей орхидеи у меня находится постоянно в очень высокой влажности это им очень нравится ну вот все что я вам хотела сегодня рассказать и показать спасибо большое что смотрели меня до свидания